Продолжение следует... Как заявлено в меню, стоит 385 крон. Но мы можем себе это позволить. С пивасом, со всеми делами. В общем, приятного аппетита нам. Разок, походу, проб. На утро, наверное... Друзья, как и ожидалось, мы эту рульку не доели. Поэтому нам ее с собой запаковали. И у нас ужин будет. Тоже из рульки. В общем, целый день. Руличный день у нас. И вот сидим за пиванкой Васикой, днем гать по городу. Продолжение следует... Друзья, мы находимся на так называемой Золотой улице. Злата улица. Здесь в нем вход 40 злот. А после 5-ти вход становится свободным. И можно погулять. Золотая улица, собственно, она имеет название такое, потому что здесь при царях ковали золотые монеты, чеканщики. И пополняли казнь. А сейчас просто так здесь улица мастеровых, которые выполняют всякую херню. Можно погулять. Но только после 5-ти. За моей спиной самая узкая улица Восточной Европы. 71 сантиметр. Жень здесь регулирует по ней светофор. Ну, идем. Субтитры подогнал «Симон»! Ну, что, друзья, мы гуляем по Праге. В принципе, что еще делать? Как гулять? Как и во всех остальных городах. Ну, собственно, ничего вам про нее не расскажу, потому что вы все прочитаете в путеводителях, во всяких разных приложениях и во всяких разной литературе. Ну, Прага есть Прага. Мне она не нравится. Вот. Ничего плохого говорить не буду. Здесь смотреть... Для меня смотреть здесь нечего, кроме как Стародамская просьба, площадь этого моста с фигурками и вон той церкви здоровенной. Ну, не мое, не мое. Так что хотите, ездите, любите там. Обожайте. Ну, вот так. Вот мы забрались на смотровую башню на Старометской площади в Праге, откуда открывается замечательный вид на площадь и на все лежащие домики и достопримечательностей. Вход стоил 130 крон, посетить стоит. Цена не совсем большая, но она того стоит. Очень круто. Но ссыканно, предупрежая сразу. Кто боится высоты, не залезайте. Это реально очень низкие ограждения, практически их нет. А лисить высоко. Так что, Андрюша, не лезь. Советую. Не надо. Не надо. На лис. Ну что, друзья, мы только что добрались на эту башню. В принципе, было круто. Круто. Поднимайтесь, смотрите. 130 крон стоит. Но, кто боится высоты, лучи не лезьте. Ну, вот так вот. А то открывается замечательный вид на все вот эти вот строения. На эти вот. На эти вот. На эти вот. На эти. На эти. На эти. На эти все. Но реально, если смотреть вниз, то будет страшно. В общем у нас, как и предполагалось, доедание этой рульки в доставке ее. Теперь у нас ужин. Ей жир. Потому что рулька реально огонь. Это божественно. Так, кстати, можно пару слов о нашем хостеле. У нас хостел снова с балкона. Смотрите, балкон. Отвид с балкона. Немножко на центр города и какие-то современные здания. Хостел находится около автовокзала. Поэтому все очень близко. Нам будет уезжать завтра. Так, вот хостел. Это общее помещение. Микроволновка, чайник, плитка, тостер, душ, туалет. Вот номер и вот номер. Здесь никто не живет. Мать не здесь живет. Вот наш номер. Кровать, кровать, балкон, стол, стуль. Ну и все. В принципе ничего больше. Доплатили мы за него 804 злотах. Ой, крон. Так что, в принципе, мы довольны. Друзья, ну вот мы покидаем город Прага. Были здесь всего один день. Но мне этого хватило. Как вы поняли, мне Прага не нравится. Но это лично мое мнение. У вас может быть совсем другое. Так вот, что я могу сказать. Город Шапито для туристов. Обычный. Ничего нового. Все роскошно для туристов. Все на это задрочено. Весь центр только этим и живет. Собственно, все. А сейчас мы едем в город Мадунай, Кудапешт. Смотрите.